всем огородникам привет сибирь октябрь месяц наверно 11 число сегодня погода замечательная сверху на воде небольшой уже лед у нас но сухо слава богу я пришла на свой участок подожгла где это моя куча мусора не видно да пытается куча мусора гореть но кроме этого я так скопала вот здесь у меня малина ой что-то я боюсь вот это костер горит подкормила ее я не знаю нужно ли подкармливать удобрять растение осенью я подумала раз у меня лежит на огороде удобрения а весной я могу не успеть вот почему бы и не воспользоваться вот такое у меня удобрение кому для малины и ягод вот такое удобрение для клубники клубники еще рядок я обработала пересадила на новый участок не знаю в октябре посмотрим какая он приживется что же удобрила и прикрыла вот там вот сеном на зиму посмотрим теперь в планах планах у меня копать и все буду копать до упора сколько хватит у меня настроения надеюсь вот эту грядку я прокопаю а дальше будет видно но все пойду еще подброшу пугалька ко мне пришел гость охотник вот прям сейчас поймал мышу наверно огромный котяра что я его спугаю как вы думаете напугаю кота такое это не моя греточка это ушел как и не было кота спрятался куда то я их боюсь если честно коту вон он пошел бродяга так небольшой перерыв так скопала я вот эту грядочку костер мой не горит и вот эту грядку скопал вообще надежда одолеть вот этот участок и по большому счету этот огород готов а теперь еще потом если будет у меня время нужно будет скопать вот эту горчицу видите какая красота сегодня вообще замечательная погода летают вертолеты небо голубое погода хорошая только петь песни я вам на таком пейзаже буду петь песню сейчас новую там на самом она краю земли небывалой голубой дали нем для звука небывалых слов сладко-сладко замирает кровь там ветра летят косая звезд там деревья не боятся груз океаном бредят корабли там на сам на краю земли ой красиво наконец-то 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 я выходная когда хорошая погода хочется ну вообще надо было взять с собой кофе просидеть сейчас так хорошо накосила еще свинкам травы морским своим приходила тут вот тут у нас казначей проходила мимо говорю буду строить забор наверное она в общем я так поняла и она не хочет с этими соседями с моими связываться они просят просят оставить им кусочек дорожки на моем огороде поделить эту горошку дорожку пополам потому что в общем им наверно на один шаг разделить чтобы был шаг и дима мы мог участвовать потому что вот понимаете есть такие люди а у них еще вот там есть участок там тоже они с соседями поскандалили потому что соседи что-то тоже перекопали дорожку наверно соседи видят наглых людей и перекопали эту дорожку вот они хотят хотят вот они где ящики лежат они вот через вот эти ящики выходят на мою тропинку на вот эту и туда идут хотя у каждого огорода предусмотрен на выход чтобы был на общую дорожку зачем я зачем они будут ходить через одно огород я не хочу на них смотреть она говорит он померял и оказалось что у него меньше участок чем у меня поэтому надо дорожку поменять я говорю как он меньше вот я посчитала у него 14 шагов расстояние участка и у меня если если ну то есть вот это общая дорожка вот эта вся общая дорожка на которую выходить я хочу забор использовать и я хочу забор строить если от этого столба посчитать туда 14 шагов то как раз будет по ровну а вот так у тебя щас больше я говорю так это ж больше не потому что так надо 14 сейчас покажем что имею короче если оттуда дойти вот сюда 14 шагов а эти 14 шагов просто вот этот старый забор туда кто были передо мной эти хозяева они чуть-чуть скосили я говорю я поставлю себе стол и прямо пущу туда чтобы было как раз 14 шагов что-то должна я от них отступать но не хочу я между ними но хотя вообще как бы это предполагает военно-боевые действия знаю как предполагает что они могут его этот забор сломать и поэтому надо быть как я понимаю если я готова к тому чтобы ввести не боевые действия не хочу ни с кем воевать я надеюсь что если я поставлю забор они смирят смиряться или смирятся да или там правление обращу чтобы они подтвердили что мой участок на законных основаниях по трубе между ними ну я не знаю вам интересно вот эти рассказы что если честно я не вижу летит он и на воду вам или нет на работу отнесла свои георгины заведующая сказала что в себе погреб положить на сохранение сказала что я и никак это не напряжут но мне не нравится что мне нужно быть обязаны просить я наверно завяжу с и аргенами потому что ну нету мне подвала и носиться с ними это лучше все такие цветочки однолетние наверное ну или многолетние которые не нужно выкапывать что еще хочу сказать хочу сказать что не знаю может я еще по помню видео это добавлю что мне на новом рабочем месте новый контингент покупателей появился мне надо как-то с этим смириться дело том что дело том что я за семь лет не видела ни раз за семь лет не видела столько пьяных и с похмелья людей сколько за один выходной день воскресенья работы на этом микрорайоне сколько только мужиков с похмелья женщин молодых парней побитых каких-то покоцанных мне кажется я прихожу домой и говорю мне 7 лет прожила в какой-то другой стране вот насколько большая разница даже между районами города и население живущим там не казалось что я живу в каком-то высокообразованном обществе между прочим у нас ученые преподаватели врачи и разные другие разные люди это много приезжих а здесь местные местные вот которые сто лет живут или те кто остались на вот этих районах или не знаю и вот мне нужно брать себе в руки и быть нелицеприятны как это говорится то есть все люди равны всем надо помогать ко всем надо искать подход в общем буду настраиваться ладно пойду еще копать и поеду домой в планах дома пока ничего не буду рассказывать что я буду делать главное чтобы потом приехать и не уснуть быстро хотя вы говорите отдыхай наташа отдыхай да и так вчера провалялась полдня отдыхала вот оцените еще объем работы вот я скосила эту траву может быть будет время я приду и здесь перекопаю может и не буду и завязалась здесь почистить вот эти кусты вишен вот это начистила ну как-то надо приводить порядок вот этот еще хрен ну и вот кусочек то что запланировала сделала может не идеально но все как бы этот огород готов еще приду что-то тут пододелываю если будет время но в принципе мне нужно вот это перекопать и если честно я окоченела замерзла когда копаешь конечно энергии больше тратишь ты и вообще мне кажется мороз на улице теперь пока соберусь в общем в общем дорогие зрители всем пока до новых встреч не знаю когда выйду в эфир потому что вроде бы как 3 дня буду работать все всем счастья здоровья всем пока